Добрый вечер дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка и действительно как мы с вами и предполагали что телевидение должно измениться и уйти из кадра истеричные люди она помаленечку меняется я смотрю и спикеров стали других приглашать более таких качественных со спокойной речью и старые которые были но самое то главное хорошо что убрали всех этих мнимых украинцев поляков так далее которые стояли только с одной целью противоречить них была поставлена задача и ну что ты не скажешь все они наоборот говорят и при этом я же вам объяснял что у нас интересная психология и восприятие что если ты лжешь и даже сильно лжешь то опровергнуть эту ложь нужно гораздо больше усилий я уж не знаю как там они считали в шесть раз нужно больше усилий чтобы опровергнуть ложь и получалось то им давали время казалось бы столько сколько и остальным спикером если целостно смотришь такой психолог информационный на этот процесс то видишь что они побеждают наконец-то поняли вот теперь они не нужны вдруг стали но почему же столько лет были нужны и это вопрос о том как у нас осуществляется вся эта информационная обеспечение нашей идеологии нашей жизни и к сожалению в телевидении царствует негативизм так можно назвать эту тенденцию где отрицательной информации является основной является такой основой для обсуждения тем и обсуждения различных проблем это в край крайне неправильно да это западные технологии да она нас рассчитана на то что мы что-то такое яркое скажем а после убедим что это не так но еще раз повторяю это западные технологии рассчитаны на на рациональное мышление и на клиповый видение мир где-то услышал и забыл чуть-чуть попа поволновался и прошло у русского нет такого я вот никакой желающий смотреть этот телевизор для того чтобы это переживание каким-то образом себе же и успокоить ищу там положительной информации а я нет а я нет и поэтому жизнь кажется такая вот негативная в таком свете что то что-то пробивается такое маленечко светленькой но не ахтита сколько и как и нет я понимаю когда пытались раз декоммунизировать россию и уходили от системы советского информационного обеспечения где все время все хвалят все время только достижение и только успехи а где-то там все плохо но перейдя на то что у нас все плохо а где-то там есть умные мы конечно перегнули палку поэтому естественно сейчас перестройка должна информационное пространство перейти в добрые руки и иметь доброе настроение не всегда даже те вежливые которые стоят и тихо спокойно разговаривать внутри добрые иногда такой прорывается поэтому должны последить редактора программ из кого они составляют этот список и в первую очередь должны осознавать добрый человек стоит или нет добро он понесет через экран или очередной злость и негатив вот вот я хотел это сказать и такую заметочку сделать я надеюсь что все-таки это изменится здоровья вам всем радости аминь